друзья всем привет вы на канале вяжем дома и я к вам сегодня с очередным большим поступлением пряжи в мой интернет-магазин пришло очень-очень много красоты сегодня в этом видео будет уже всем полюбившимся пряжа газал гиза мат бамбу джаз приехал много цветов и его давно ждали а также немножко бобинной пряжи хлопка носочной пряжи и пришло большое большое поступление с спиц от фирмы книг про и фирма оди о спицах мы поговорим в конце итак давайте сначала мы перейдем я тут уж раз и разложила к пряжа бамбук джаз мне эта пряжа очень очень нравится у меня из нее связано несколько изделий дочери и в данный момент себе также из нее вижу маечку и так давайте посмотрим состав у этой пряжи 50 процентов хлопок 50 процентов бамбук она не вытягивается не садится не идет катышками не деформируются во время носки лично проверяла дочка у меня ходила в школу в кофточке из такой пряжи здесь на 50 грамм 132 метра хорошая такая толщина и для мальчик самый раз подойдет для вязания спицами и для кардигана джемперов я бы не сказала что она летняя она у меня и зимой в ней ходила и осенью и весной она очень очень приятная к телу тем более у многих на работах в офисах такая жарище что до теплые кофты и не подойдут такая пряжа подойдет идеально она очень приятно к телу хорошо ложится в полотно вот здесь вот я вижу себе маечку вот из такого и 100 на 216 это пудра мой любимый цвет я вижу в начале просто лицевой гладью а затем ближе к груди у меня будет сеточка пряжа безумно тактильно приятная сады и как ровненько ложится в полотном это до стирки после стирки все петельки выпрямляются прям петель как петельки в общем я этой пряжи очень довольна и так давайте пробежимся по цветам она кстати также подойдет и мужчинам причем очень хорошо мужчинам подойдет они же у нас такие привередливые тут им колется там чешется вот от этой не будет ничего у них чесаться и так вот есть мужские цвета тон 228 черный 212 такой вот зеленый очень красивый 219 оттенок синий больше джинсовый 220 и вот такой вот серенький 224 в этой пряжа красивая мужская линейка такая мне очень она нравится вот следующие оттеночки у нас смотрите здесь вот есть три таких рыженьких оттенков все они разные 234 номер 225 и 226 вот три можно скомпоновать такой вот красивый сухая роза 222 следующий тон 232 такой вот розовенький 203 лаванда здесь безумно красивая 205 едва ярко-ярко-желтый 213 и вот такой вот оранжевый 235 так вот это такая спокойная гамма 202 217 215 233 223 пудра 216 и вот этот натуральный красивый 210 тонн вот эти да посмотрите какие красивые оттеночки все по бамбук джаз все рассказала давайте перейдем гиза и так пряжа от фирмы казал гиза мат это стопроцентный мерсеризованный хлопок но он называется матов он такой матовый мы привыкли что хлопок мерсеризованный такой блестящий этот матовый просто отличный бюджетный хлопок стоит он вообще недорого 183 рубля за моток кстати насчет фибра натуры бамбук джаз не сказал по моему 143 или стоп 37 в общем все цены есть на сайте ссылочку оставлю в описании к этому видео вы переходите там все цены у меня есть я просто забываю не могу запомнить каждый раз какие цены поэтому чтобы не набрать лучше смотрите там здесь матки большие по 100 грамм они идут 250 метров значит на 50 грамм получается 125 метров из этой пряжи я недавно вязала вот такой вот кофточку себе маечку есть мастер-класс на канале кому интересно заходите смотрите ссылочку сейчас оставлю как она смотрится и вижу дочки джемпер ажурный такой чтобы ходить в школу дочки вижу из оттенка вот этого вот 5588 стирать пряжу можно в машине на 40 градусов там обороты отжим поставить оборотов 600 800 она не садится не вытягивается она не деформируется она безумно мягкая вот есть такой хлопок после стирки постираешь он как колом стоит то нет это очень очень мягкая пряжа после стирки вообще не изменилась как была мягкая такой же мягкая осталась и этой пряжи наверное за этот сезон больше всех довольна это новиночка такая раньше я из нее не вязала в общем была приятно удивлена и у нее очень красивая богатая палитра оттенков так давайте побежимся 55 51 55 89 55 54 55 56 55 88 показывалась которого я вижу черный так 55 57 следующая подборка зеленоватых оттеночков 55 58 55 94 хаки или олива скорее всего очень красивая здесь 55 62 такой вот зеленый тоже красивый 55 61 джемпер из него вот для взрослые нарядные будет женский и 55 81 следующая подборочка розовых оттеночков 55 96 55 92 55 87 55 66 55 70 фуксия красивая здесь 55 69 такой светло-светло персиковый даже не знаю ли вот светло-светло персиковый не знаю когда цвет назвать назвать 55 91 и 55 53 следующая подборка голубых и синих цветов 55 73 55 82 55 80 55 74 это я из которого себе маечку вязала вот этих два красивых мужчинам подойдут 55 55 79 и 55 75 так следующая такая уже осенняя дамма 55 59 такой ярко-желутый желток 55 83 55 55 64 55 93 55 90 55 84 55 52 и остались еще три цвета у нас такие сиренево-фиолетовые оттеночки 55 71 55 55 68 и 55 72 все указал гизу все оттеночки показала может что-то пропустила ну в общем все выложено на сайт они в разделе фирмы газ зал теперь давайте перейдем бобинные пряжи приехал вот такой вот фантазийный очень классный хлопок смотрите вот такая вот интересная ниточка вязать его просто лицевой гладью также в школу можно деткам связать потому что оба цвета подходят такой вот пролины и белоснежными белоснежного всего одна бобиночка там 480 или сколько-то грамм а вот таких больше четырех килограмм так что вот это вот пряжа еще есть мне она очень понравилась классно интересная пряжа потом нашла вот такие вот две бобинки это хорошая пряжа от фирмы to legna это называется волк от здесь метраж идет 2400 метров на 100 грамм я вижу примерно метражом 300 метров на 100 грамм примерно 8 сложений здесь состав идет 50 процентов меринос 50 процентов хлопок оттенок роза очень очень классная пряжа сейчас как раз на осень также деткам взрослым кому угодно в ней очень комфортно тепло и не жарко так и последний лот на сегодняшний видео обзор по пряжам это насущная пряжа насущная итальянская пряжа название у нее акроболена метраж 400 метров на 100 грамм заявлено что с это стопроцентный меринос ну знаете все равно когда я ее поджигала остаточник небольшой есть наверное есть полиамида для прочности процентов 10 все-таки в ней июне очень много по две бобинки всего примерно так вот такие вот расцветочки приехали к нам так зелененькая есть еще и вот такая вот вы знаете вот это вот пряжа потолще даже визуально видать мне кажется она метров 300 может быть 250 на 100 грамм я на сайте указала вроде бы 250 но эти бабинки видите они идут и без надписи без всего они перемотанные были на эти конуса вот по толщине вот визуально может метров 280 на 100 грамм все по носочной пряжи все кто хотел ее убрать берите потому что пока ее на обтовках нигде нету она уходит очень быстро в сезон точно наверное ее не будет все и давайте перейдемте к спицам вот к примеру стандарт укороченные зинки и вот стандартные деньги четыре с половиной четыре сутки видите вот это вот спица стандартной на идет по длине вот если вот замерить укороченная спица девять с половиной практически 10 сантиметров а стандартная спица идет 12 сантиметров если стандартным укороченным спицам купить леску на 40 сантиметров так сейчас найду и вот этим спицам нужны вот такие вот тросики тросики бывают разные бывает 100 сантиметров 60 80 100 и 120 сейчас я найду вот тросик 40 сантиметров если взять тросик на 40 сантиметров укороченную спицу то как раз получится размер для шапок укороченным спицам можно взять также тросики и 100 и 120 и 180 сантиметров и уже вязать полноценные изделия так что как хотите единственно спицы это короче чем стандартная кому-то может быть неудобно в руке будет но вы знаете это дело времени сейчас повяжешь или привычка все отлично посмотрите хотел еще такой нюанс сказать тросик 40 сантиметров сам по себе тросик 20 40 это вместе со спицами если спица 10 2 10 и тросик 20 это 40 это значит если написано 40 это значит не то что тросик 40 сантиметров а вместе со спицами он будет 40 сантиметров вот тросик он идет если его померить вот они 40 а ну да вот он здесь получается 24 но тут плюс с этой стороны завинтится с этой стороны завинтится и в итоге он вместо за спицами он дает 40 сантиметров в комплекте идет вот такой вот тросик две заглушки и ключик для чего нужны заглушки примером вы вяжете какое-нибудь изделие хоть шапку свитер хоть что-то да вяжете и вам нужно померить вы отвинтите спицу давайте вам покажу как они заделываются берете спицу и тросик закручиваете закручиваем если просто закрутите она у вас будет повинчиваться вы вставляете ключик и вот так вот за счет него затягиваете и все и спица очень хорошо соединена она здесь нету никаких заломов не перегибов не щелей ничего и пряжа по спице очень хорошо скользит и 2 также закрутили ключик вставили и все и затянули и вот у вас получается спицы для вязания шапок примером смотрите вы вяжете шапку и раз вам нужно срочно связать другую шапку или эти спицы надо ну на другое изделие перебросить петельки вы петельки под спускаете со спицы придерживаете ручкой откручиваете спицу и чтобы петли не убежали закручиваете вот такую вот заглушку и с другой стороны также все и у вас петельки никуда не убегут вы можете оставить петли вот на этом тросике а спицы использовать для чего-то другого или к примеру вяжите свитера и вам нужно померить и петли когда меряешь одеваешь петли со спицы постоянно убегают вы также спицу открутили заглушку накрутили и спокойно себе меряете никуда больше ваши петельки не убегут итак смотрите это мы сейчас разобрали зинги съемные спицы также имеются кубические стандартные и тоже укороченные и вот такие вот симфония стандартные и укороченные симфония мне они очень понравились я ими вязала махер для махера они вообще просто идеально для мериноса идеально они не скажешь что-то прямо сильно скользят петли как вот пример по кубикам так как это дерево и за счет этого мне кажется петельки какие-то ровные натяжение нити соблюдается если махер или какие-то вот такие вот скользкие ниточки вяжешь они по металлическим спицам так быстро как-то ездят и иногда получаются ряды неровно рядность получается из-за разного натяжения нити а вот бы вы дарим а вот деревяшки с этим справляются лучше там полотном ровнее намного получается и вот эти вот тросики тросиков тросики все одинаковые то есть резьба у всех тросиков одинаковая у книг про и они подходят хоть к зингам хоть кубиком хоть кубиком деревянным хоть к симфонии ко всем общим спицам подходит один и тот же тросик если взяли вы тросик один а спицы хотите и эти зинги и кубики ничего страшного берите он этот тросик подойдет ко всем спицам у них у всех одинаковое крепление так вроде все я вам рассказала также кстати вот кто хочет взять к примеру много несколько видов спиц и к ним можно взять один тросик и вы просто вам надо четверку раз накрутили на четверку надо пятерку накрутили пятерку вяжите так получается более экономные что ли вроде по спицы я вам все рассказала на этом у меня все спасибо всем за внимание всем пока так спиц книг про очень-очень много у меня это самые популярные спицы так как здесь они у них очень хорошее качество и более менее приемлемая цена по сравнению с садди они на порядок дешевле идут практически в два раза и так какие бывают спицы круговые есть съемные круговые тоже разной длины и разные есть кубики и зинги давайте начнем с чулочных спиц чулочные спицы для вязания носок вязание рукавов кто-то закрывает шапки на этих спицах в общем для всего чего угодно они идут 15 сантиметров длиной и 20 сантиметров длиной варежки перчатки носки вяжут как на 20 сантиметрах так на 15 на 15 вот если вы вяжете большие мужские носки конечно может на двадцатке лучшую на 15 мне очень понравилось мне их раньше никогда не было я только в том году себе приобрела и узнаете но мне они очень-очень понравились удобно ими вязать 15 сантиметров вот столько вот очень-очень много спиц практически сейчас все размеры в наличии и два и двадцатки тоже очень много практически все размеры спина спицах на каждой спице стоит номер кстати спицы хорошие вот этот номер он не нарисован он выграве рано выграве рабан если вот так вот пальчиком провести вот так слышите даже чувствуется что поэтому она не облезает а вообще в принципе очень легко по цвету различать все спицы от к примеру если взять в тройку до тысяч четыре с половиной вот если четыре с половиной чулочная фиолетовая то и съемная четыре с половиной будет фиолетовая и круговые четыре с половиной будут фиолетовые здесь у каждого номера свой цвет вот это вот три с половиной 325 вот такие вот ярко-розовые всегда эта пятерка показала затем тут у нас круговые спицы круговые спицы меня тоже разные длины есть 40 сантиметров для вязания шапок 60 80 100 и 120 это спицы кубические они такие квадратные формы мне не очень-очень нравится очень популярные эти спицы мне кажется что петельки ложатся намного ровнее когда вот этими спицами вяжешь за счет грани что ли они как-то так ровно ложатся вот вы вяжете лицевую гладь например такая ровненько ровненько получается но существует мнение что кубики они идут вот эти вот кубический книг про клуба и кубикс на 0 25 размера меньше то есть если это 250 то круглые это 225 если этот три с половиной то круглые 325 это все деньги это классические круглые спицы также они длиной 40 сантиметров для вязания шапок ну и не только шапок как как правило шапочные спицы и есть 80 60 100 и 120 сантиметров тоже пока в наличии практически все размеры затем съемные спицы расскажу вам кто не знает что это такое съемные спицы идут стандартной длины и идут укороченные и так начнем со спицы спицы фирмы одни приехали и книг про сначала покажу вам одни одни приехали двух видов вот такие вот один угол видите они вот такие вот ребристые вы наверно в моем видео часто видели что я вижу такими спицами и свои достану попробовав эти спицы ими хочется вязать и вязать до ночи до пол ночи сидишь вяжешь очень реально классные спицы стоят они не дешево в районе 1000 рублей как то какие-то там тысячи пятьдесят или сколько-то чуть больше но эти спицы того стоит вы один раз купите вам и хватит лет на 30 с ними вообще ничего не будет это у меня первые спицы анди были супер гладкие у меня сейчас их продажи нету не за ним уже очень-очень много лет бывает что здесь да вот так вот лесочка чуть-чуть подзагнулась потому что я вижу да вот так вот вы можете налить в какой-нибудь емкость теплая горячеватой воды не кибетка но горячий и положите их туда и они выпрямляются или к примеру если вы долго не вязали спицами примеру повязали забросили вот они у вас лежали и потом рекомендую вот даже сам производитель я не знаю здесь написано или нет вот на моих раньше было написано что рекомендуют положить в горячую воду и чтобы они там немножечко от полежали и лесочка мягкая станет все заломы если они есть они уйдут если их хранить правильно вот как они в упаковке вообще ничего с ними не будет и вторые которые приехали называется спицы с удлиненным кончиком для тонкой пряжи но они не обязательно для тонкой ими удобно вязать тонкую пряжу там даже махер который плохо отцеплять вот так вот они выклеят вот эти спицы подешевле они рублей по моему 750 и 780 там до какого-то размера до 3 25 750 выше им больше размера 780 идти и те спицы очень-очень классный у этих такой кончик остренький смотрите для вязания шапок подойдут спицы 40 и 50 сантиметров они идут укороченные вот видите спицы 40 сантиметров и спица 50 50 и 40 вот они одинаково укороченные если брать 60 сантиметров спицу видите сама спицы насколько уже длине сантиметров 60 сантиметров 80 100 и 120 они идут стандартные а 40 и 50 они укороченные для вязания рукавов к примеру я рукава на них вижу для вязания шапок с нутов чтобы по кругу вязать и очень-очень удобно ну я на них и свитера вижу когда привыкаешь все на них вяжешь спицы 60 для шапки не подойдут вам будет неудобно такой длинный спицы так что если вы на шапку или 40 или 50 здесь все равно если для ребенка для маленького то лучше конечно 40 взять если стандартный размер головы подросток взрослой 50 сантиметров отлично подойдет и так я вам показалось про спицы все номера показывать не буду смысла нет давайте теперь перейдем к спицам к нет про